Приглашают в самые разные точки на карте и очень интересно смотреть за тем, как в самых разных частях страны развивается хоккей, а развивается он практически везде. Хоккей в Сергиевом Посаде с появлением ледовой арены развивается удвоенными темпами. Товарищеский матч между командой российской прессы, куда входят сотрудники средств массовой информации, и клубом «Загорск» в его составе районные хоккеисты – очередное доказательство. И пусть зрителей на трибунах не так много, но это только начало, считает глава Сергиева Посада Дмитрий Демин. На сегодняшний день у нас появилось то, что раньше не хватало. У нас появилась ледовая арена. Арена, которая может работать круглый год. Мы об этом долго мечтали. Я надеюсь, что через годик-через два мы забудем, что у нас были такие мечты, и это станет просто обыденным. Каждый, кто хочет заниматься хоккеем, фигурным катанием, неважно, льдом, он сюда будет приходить как само собой разумеющееся. Команда «Роспрессы» гостей существует уже 15 лет. За это время провели сотни товарищеских матчей и множество мастер-классов. О соперниках Сергиева Посада практически ничего не знают, но надеются на спортивную удачу. В итоге первый гол соревнований был забит именно представителями российской прессы. У местной команды «Загорск» послужной список пока еще не велик. Клуб существует всего два года. Но старания и желания хоть отбавляй. У нас уже много игр прошло в этом году. Уже стало, так скажем, такой хорошей, доброй традицией проводить такие товарищеские матчи. К нам приезжала команда артистов, другие команды. Приезжала команда из Переславля, несколько команд из Москвы. То есть, благодаря администрации Ледового дворца с момента его открытия устраиваются такие, так скажем, спортивные праздники. И хоть весь первый период загорчаний были в ранге догоняющих, сначала счет был 1-0, не в их пользу, затем 2-0, а к концу этого отрезка игры и вовсе стал угрожающим 4-0 в пользу представителей СМИ, но рук местные хоккеисты не опустили. Ребята всегда заряжены на победу. Команда азартная, они бьются до победы. Я надеюсь, что будет голов очень много. Главное отличие товарищеских матчей – отсутствие силовых приемов и большое количество голов. Сергей Опасадский. Спортсмены не только догнали соперников из российской прессы, но и победили в матче с разницей в одну шайбу. Итоговый счет 5-4 в пользу Загорска. После игры состоялась церемония награждения победителей матча и конкурсов хоккейного мастерства. Татьяна Трушкина, Сергей Власов. День города. Продолжение следует...